Воздухоплавание Воздухоплавание Воздушные шары Стали одним из символов Нашей древней и вечно юной Рязани У нас в студии человек Который все это дело придумал Михаил Малаков Почетный гражданин города Как же все начиналось Откуда вообще эта идея Появилась воздушные шары Воздухоплавание в Рязани Евгений, я бы не стал Принижать события Это был не первый полет Воздушные шары Это был первый фестиваль Воздушных шаров Новейшей России Берем выше А что касается истоков То все-таки надо говорить О первом полете воздушного шара Над Рязани У которой все-таки Не будем исключать этого Ну так скажем Момента Может быть не факта исторического Но момента Про это многим может быть Уже слышали Полет под Ячил Крикутнов В 1731 году Я напомню Поэтому я говорился О новейшей истории На 52 года раньше Братьев-магнифлиеров Официально в мире Принятый факт Полета на воздушном шаре Сделанным самим человеком Так вот Вот этот факт Который мне запомнился Из учебников истории А я любил читать истории И помню По-моему Это был в курсе Краеведения Вот этот момент Был описан Крикутной Запомнился Это было просто удивительно Поэтому когда В 1989 году После моей Второй же экспедиции На Северном поле Сидя в Англии Мы там работали Над книгой об экспедиции Про это мы тоже Кстати Это с вами Много рассказывали Мне раздался Звонок С Юга Англии От очень знаменитого Путешественника Воздухоплавателя Человек Который первый Поднял воздушный шар Над Южным полюсом Как раз Это было Над Северным полюсом В 1989 году Это господин Лавал Пол Лавал Он предложил мне Присоединиться к экспедиции В Антарктиду На Южный полюс Задача Которая была Взлететь На воздушном шаре Над Южным полюсом Тогда Вот здесь Сработала детская память Любовь к истории Мгновенно Что-то произошло В моей голове Я естественно Согласился Поучаствовать В экспедиции На Южный полюс Которая Кстати, так и не состоялась Но при этом Предложил А давайте Все-таки сначала Полетаем Над моим родным Городом Рязани Рассказал ему Историю Про Крикутново Вы знаете Он был заинтригован Я хочу напомнить Что это был 1989 год Тогда еще был Советский Союз Я человека пригласил Приехать нам в Рязань Достаточно закрытый Город С большим количеством Предприятий Военного Или оборонного Значения Так тогда Человек приехал Посмотрел Сказал Великолепное место Летать Я верю Что здесь На этих просторах Огромных Мог состояться Первый в истории Вообще человечества Полет на воздушном шаре Вот так Из детской мечты Родился Вот этот Проект Я сразу признаюсь Мы даже не понимали Как это Что для этого нужно И потребовалось Вообще Огромное интеллектуальное усилие Организационное Чтобы первое Осознать Как это все На самом деле Организовать Подобрать Соответствующих людей И Вы знаете Получить разрешение Закрытый город Я помню Свои ощущения 90-й год Это конечно же Было нечто Когда над Рязанью Над городом Летали воздушные шары Юрий Сенкевич Ну это было нечто Это просто вот Такая Что-то такая История Что называется У нас на глазах Писалась Ну и вообще Увидеть всю эту красоту В небе Просто не представлялось Казалось бы Возможным Да Где В Рязани Воздушные шары Это как Вот с другой планеты Что-то там Случилось Жень Но это было Не только у тебя Малыша На тот период Время Вот с людьми Разных поколений Разговаривали Даже если они были Маленькими На тот период Все равно Но это событие Да Это запомнилось Без ложной скромности Я могу сказать Наверное Одно из ярких событий За последние четверть века В нашей родной Рязани На леду С праздником 900-летия Рязани Действительно Был праздник Ну это Вспомните Вот это Первый полетный воздушный шарах Знаете Вот я признаю всем Вот О том Что я имел Большие сомнения Я понимал Что это может быть праздник Это вот первый Действительно Самолет Который люди увидели Это как вот Люди Увидели первую Действительно Электрическую лампочку Автомобиль Это вот такое потрясение Переход на совершенно другой Уровень проживания На земле Сколько было российских шаров Меня знаете что волновало Волновало то Что у нас тогда была Очень тяжелая ситуация Тогда кушать-то было Практически нечего И вот устраивать праздник В полуголодной стране Или в Рязани Где полки магазинов Были пустые Вот для меня Было большое сомнение Когда я пришел Надо отдать должность Первому секретарю Кома тогда еще КПСС Леониду Ивановичу Хитро ну Рассказал свою идею Но мы были знакомы Он знал Так сказать То что если Я берусь что-то Я организовываю Он честно Когда сначала Не понял Подумал Это вот масса Таких маленьких Воздушных шариков Которые вместе связали И вот на них летает Как в произведениях Олеша Тритолстяка Так сказать Влетали Да Вот Но я Честно говоря Сам-то до этого Еще не летал Специально Поехал в Англию Вместе с полумаловалом Полетали Я уже реально представил Что для этого нужно И Но была большая проблема У нас шаров-то В России не было Вот на этом фестивале С 25 шаров Был только один Отечественный И то Так скажем Секонд-хенд Уже вторичную С пользу Купленную Отдельными энтузиастами Которые только что Начинали Этот новый вид Спорта Развлечений Для нашей страны И там знаете Какая была Большая проблема На самом деле А это мы не знали Была Я вообще Пока еще Эту историю Никому не рассказывал Была большая конкуренция Три были Крупнейших в мире Производителя Воздушных шаров Половал Представлял Второго по величине Производителя Такая компания Сандерон-колта Гром и молния Значит И Оказывается Самый крупный Производитель В этот момент Уже вел Переговоры С Санкт-Петербургом Тогда еще Ленинградом Для того Чтобы устроить Такой первый В России Отечественный фестиваль Мы ничего Этого не знали Представления Не имел И когда Мы уже договорились С Полом Лавалом Он уже все Так Собрал Воздухоплавателей 24 команды А это 90 Как сейчас Помню 6 человек Иностранцев Вдруг Выяснилось Что у них Начались Проблемы Начались Разговоры О том Что вот Малах Какой-то В Рязани Там ничего Не может Вот Ленинград Это город Колыбель Там Революция И так далее Красивейший город В России Мне строили Тогда Советский Союз Мне было страшно Обидно Как и так И мы вообще Эту операцию Целиком Полностью Сосекретили Дело дошло До того Вот Трудно Сейчас Это конечно Представить Что Мы Наняли Два Больших Грузовика Которые Выехали Из Англии С одними Водителями С обычными Паспортами Проезда Под Европы В Берлин К ним Прилетел Спитальный Человек Привез Паспорта Уже С визами Для Въезда В Советский Союз В этот момент У нас Секретная группа Из Рязани На Как сейчас помню На арендованном Автомобиле Микроавтобусе Раз Выехала Навстречу К ним В условленное время С 8 до 10 утра Там 9 мая Прибытия На границу Встретить И проводить Никто про это Ничего не знал Мы вообще-то Кстати Перестали говорить Это вы упомянули Юрия Александровича Ченскевича Да Он приятно По моему приглашению Сюда к нам приехал И это было очевидно Что это уже был приоритет Вот таким образом Нам удалось На 2 недели Опередить Петербург И когда мы В конце мая Две недели спустя После фестиваля В Рязани Туда приехали Вы знаете Ну я не скажу Что нас встретили Чуть ли не с ножами Но были очень Недовольные организаторы Поскольку Они уже были не первыми Первыми стала Рязань Ну вот смотрите Как все-таки Все ушло вперед Да Вот Один шар Российский Был всего В 90-м году А сейчас В Рязани Только в Рязани Несколько шаров И действительно Наш город Стал одним из Центром воздухоплавания В России То есть Вот этот первый фестиваль Проведенный 25 лет назад Дал толчок К развитию Этого Ну я не знаю Виды спорта Да И образа жизни Наверное Правильно сказать Ну если честно Евгений Я не ставил Совой задачи Стимулировать Какой-то там Процесс Развития Воздухоплавания Тогда такого понятия Вообще не существовало Тепловой Воздушный шар Просто хотелось Сделать что-то такой интересный Необычный Реализовать какую-то детскую мечту Да и самим просто Посмотреть Это сейчас мы уже оценивая Четверть век спустя Видим какие-то имел Посредства Для меня было важно Еще следующее Все-таки Совершенно очевидно В тех условиях Которые мы жили Очень нестабильные ситуации Неуверенность в будущем Но совершенно очевидно Страна шла К тому Чтобы присоединиться К цивилизованным странам С точки зрения Своего развития Переход на новый Социально-экономический уровень Вот надо было показать Какой-то вот образ Всего мира И это вот не тот маленький Воздушный шарик С которым мы ходили На первомайские демонстрации Так сказать Школьниками Студентами Это огромный Стрех-четырехэтажный Дом Очень красочный Яркий Впечатлительный Воздушный шар Который символизировал Собо Не вот это А вот Вот такое Образование И вот этот мир Яркий Красочный Многоцветный Надо было нам познать И найти Своё место Когда я ходил Вот по стадионам ЦСКА Где впервые Ставился массовый Полёт Шаров Вот я смотрел На людей Я вот просто Читал в глазах Людей радость Это было детское Непосредственно Искреннее Человеческий раз Людей туда По принуждению Не загоняли Ни за Это Отгулы Ни за Какие-то другие Ковришки Люди искренне Пришли по радость Когда они Потом шли по улицам Когда крестьяне Или такой Колхозенький Там на лошадях Скакалька Шар пролетал Надо полями За пределами Рязани Я вот видел Люди просто Стали счастливыми Как они были Счастливыми в детстве Это ярчайшее событие Я признаюсь Для меня Хотя я конечно Очень горжусь Своими многочисленными Походами на север Экспедициями Принеста наших Первооткрывателей Но подарить Праздник Полумиллионному городу Вы знаете Вот Обратить его В детство Поверьте Это был для меня Так сказать Революционный переворот Спасибо Спасибо Михаил Георгиевич На самом деле Необычная сегодня Передача получилась Есть Что вспомнить Михаил Малахов Почетный гражданин Рязани Герой России Мы вместе вспоминали Как 25 лет назад В Рязани Состоялся Первый Фестиваль Воздушных шаров Это была программа Подробности До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова